Всем привет, друзья! Сегодня будет такой лайтовый видеоролик. Сделаем полезную и эксклюзивную самоделку, которая будет только у вас. Выглядит классно, а работать одно удовольствие. Так что, друзья, если вам интересна данная тема, поехали! За основу сегодняшней самоделки я взял обычный сантехнический тройник на 1,2 дюйма. Такой тройник можно приобрести в любом магазине. И желательно, конечно же, чтобы он был из латуни. Он будет выглядеть более эстетично. Еще одна немаловажная деталь данной самоделки будет сделана из отрезка дубовой доски. Размечаем полосу равную толщине доски и обрезаем. Получился вот такой вот дубовый брусочек, весь поточенный короедом. Но это не страшно, это только придаст изюминки нашей самоделки. Еще одна проверка для моего самодельного лобзика. От дубового бруска отрезаю заготовку длиной 300 мм. Ну а теперь немного моей любимой токарки. И я знаю, что сейчас начнется в комментарии. Да у тебя есть токарный станок, ты попробуй без токарки. Друзья, можно обойтись и без токарки, просто подобрав по диаметру подходящий черенок. Но коль есть токарный станок, почему бы им не воспользоваться? Ставим лайк, кто любит токарку. Из бруска я получил вот такой вот кругленький черенок диаметром 30 мм. Теперь этот черенок нужно зашкурить, чтобы он стал более гладким и приятным на ощупь. Кстати, друзья, напишите в комментариях, кто из вас догадался, что это будет за инструмент. Все лишнее обрезаем и ровняем торец. Чуть было не забыл уменьшить диаметр под нарезание резьбы. Кстати, нарезаю я обычной трубной плашкой на 15. В принципе, резьбу можно и вовсе не нарезать. Но теперь первая примерка. Наворачиваем уголок на рукоятку и получаем вот такую вот симпотную заготовку. И я думаю, все из вас уже догадались, что же это будет за инструмент. Да-да, друзья, это будет киянка. Одну из сторон киянки я решил сделать из полиуретана и взял небольшой отрезок диаметром 35 мм. Если среди вас есть токари, то подскажите, как правильно обрабатывать полиуретан. Я с ним дело еще не имел. Я думаю, фиксировать полиуретан лучше через оправку. Мне кажется, наждачка с ним справляется лучше, чем резец. В итоге у меня получилась вот такая вот заготовка, которую сейчас мы и примерим. Хорошенько ее вворачиваем, но не переусердствуем, так как можно ее сломать. Был печальный опыт. На мой взгляд, выглядит довольно-таки неплохо, как вам кажется. Обратную сторону киянки я решил сделать из дерева и буду для этого использовать сухую яблоню. Довольно залипательный момент понаблюдать, как точится яблоня. И в этот момент возникла идея, нужно делать коптильню. Теперь я знаю, где можно для нее добывать сырье. После всей проделанной операции, получилась вот такая вот насадка, которую я сейчас установлю на киянку. Друзья, получилась вот такая вот красота, которой даже жалко работать. При помощи данной киянки можно собирать мебель, ей достаточно удобно забивать шканты. А также можно расширить ее функционал, сделав дополнительные насадки из меди, латуни и прочих материалов. И тогда можно спокойно собирать двигатель, рихтовать кузов автомобиля и многое-многое другое. Друзья, не забывайте делиться своими идеями о создании интересных и познавательных самоделок из обычных бытовых вещей. Я думаю, многим будет интересно. Но если вам понравилась сегодняшняя самоделочка, то ставим лайки. Также не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать интересных и познавательных видеороликов. У меня на сегодня все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok